По поручению министра внутренних дел по Республике Северной Осетии Алания генерал-лейтенанта полиции Сергеева Андрея Федоровича с 25 апреля по 25 мая 2022 года на территории Республики проводилась широкомасштабная профилактическая акция под названием «Ваш участковый». В связи с этим сегодняшний день мы проведем с участковым полномоченным полицией Аркадием Каргаевым в пригородном районе. У нас в семье два брата. И родители всегда хотели, чтобы мы стали медиками. Но как-то сложилось, что я пошел не по тому пути, а выбрал профессию полицейского. Мой отец тоже служил в рядах милиции. И как бы я часто видел полицейскую форму. Она мне нравилась. Даже будучи в детском саду, мама рассказывала, что каждая роль была полицейского моя. Я сделал все, чтобы поступить в кадетскую школу. Отучаюсь в кадетской школе, институт, юридический факультет, армия, внутренние войска, также полицейские войска. То же самое все мероприятия, что и полиция, то же самое охрана общественного порядка. Мы занимались в армии. Как дела? Как дела? Все нормально. Рабочий у нас появился. Бой готов. После окончания института я уже знал сто процентов, куда я пойду на службу. Это мой выбор пал только лично полицию, потому что туда я хотел. Это была моя мечта, быть полицейским, помогать людям. И с 2016 года я пришел служить в ОМВД России по пригородному району по республике Северная Сеть и Алания в должности участкового полномочного полиции. Обслуживаю административный участок номер 23 селения Дом Гарон, в котором проживает 1247 жителей. Также на территории моего административного участка расположены амбулатория, школа, администрация и Дом культуры. И три магазина на весь участок моего обслуживания. Жителей своего села я знаю очень хорошо. Так случилось, что придя на работу в 2016 году, мой руководитель прямо, даже можно сказать так, дал мне ручку, блокнот и поставил мне задачу переписать все население, познакомиться со своим административным участком и раздать им буклеты, что было мной проделано в крончайшие сроки. А уже после того, как я прибыл с учебного центра, мне было очень легко работать на своем административном участке, так как я знал всех своих жителей, и они знали меня. Мой контактный номер был у каждого в доме, и если возникали какие-то проблемы, они обращались ко мне. Мой телефон служебный круглосуточно работает. Сейчас мы будем распечатывать буклеты, чтобы раздавать их жителям своего административного участка. Так как у нас кто-то, наверное, уже новый житель, и у них контактов номера моего нет. Изначально нужно любить свою работу, случайных людей у нас нет, они долго не задерживаются. Нужно в полицию идти по призванию, то есть в полицию идут все по призванию. Это мое, я тоже пришел по призванию, я хотел служить в полиции. Какими качествами должны обладать, быть крамотным, юридически подкованным. Нужно хотеть помогать людям, решать их проблемы. Проблем немало, входить в их положение и пытаться решить их любым способом, но по букве закона. Также нужно найти общий язык с любым контингентом. Люди, как правило, бывают разные. Нужно войти в их положение, в их трудности, какие-то понятия, из-за чего вот эта проблема у них, почему так они делают, почему решили поступить иначе. И когда ты поймешь корень проблемы, из чего, тогда уже можно найти выход с положения. В нашей работе нужно быть и психологом, и медиком. Развиваться, работать над собой. Так как мы не имеем права на ошибку. Мы работаем с разным контингентом. Начиная от малышей, заканчивая пожилого возраста, бабушками, дедушками. Им нужно подсказывать, помогать. Потому что возраст уже преклонный, они могут ошибиться. Одним словом, работа у нас сложная, но очень нужная. В системе МВД без нее никак. Ко мне с моего административного участка обращаются с разными проблемами. Начиная от бытовых ссор, заканчивая вопросом помощи в трудоустройстве. Но бывают такие моменты, такие вопросы, которые не входят в компетенцию полиции. Это такие вопросы, как освещение улиц, бродячие собаки. Или же касательно вопроса крупнорогатого скота, который не относится к нам, полиции, то бишь относится к администрации сельского поселения. Но, несмотря на это, мы помогаем, направляем граждан в соответствующие инстанции. Сегодня мы будем раздавать буклеты, визитки по мошенничеству, электронным мошенничествам. Также сегодня назначена у меня встреча с главой администрации сельского поселения. Будем проверять оружейников и подучетный контингент. Также мы посетим школу, проверим, пообщаемся с директором и проверим старшеклассников, готовы ли они к экзамену, так как у нас уже 23-го числа начинаются экзамены ЕГЭ. Пообщаемся, дадим им напутственные слова, чтобы они не переживали. Добро пожаловать в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Машинам, которые заезжают вниз к речке. Мы уже приняли меры, трактор должен приехать, вскопать заезды, подъезды к речкам. Второй вопрос по Маку. По Маку мы уже проехали, нашли очаги произрастания, выставили рейдовые группы уже, работаем по ним. От жителей у нас просьба поступает, полная помощь по освещению улиц и по бродячим собакам. Там уличное освещение уже есть, процентов на 98, все улицы освещены, все подъездные пути тоже освещены. То есть, как таковых, улиц уже нет, чтобы не было освещения. То есть, данный вопрос снят с повестки дня. А вот по бродячим собакам вопрос остается актуальным, потому что это не вопрос одного дня. Это вопрос, который нужно решать постоянно. Ну да, я вас понял. Я вас понял. Вот эти вопросы прорабатываются, и на каждое обращение граждан мы реагируем. Аркадий Сосланович работает у нас, как я знаю, с 2016 года. И первое, что он сделал при вступлении на свою должность, он познакомился с гражданами, буквально обошел каждый дом, познакомился с каждым членом семьи, проинформировал их, что он является участковым на нашем населенном пункте. С его приходом чувствуется, что стало спокойнее, стало увереннее. И я тоже, как глава администрации, любое время могу к нему обратиться, и любой вопрос мы оперативно решаем. То есть, профилактика преступлений с его стороны существует. Это не просто слова, а реально это его работа, за что мы ему благодарны. как администрации, так и адреса жителей, я могу сказать, что человек на своем рабочем месте и достаточно хорошо выполняет свою работу. Урок? Все хорошо? Все по плану. Не валывается ничего? Нормально. Давай, давай. Здравствуйте. Как вы поживаете? Проходите. Мы на минуточку забежали, спросите. Готовы к экзаменам? Конечно. Переживаете? Нет. Не бойтесь, все будет хорошо. Уже кто куда поступать будет, решили? Конечно. Главное сдать. Сдадут, куда денутся. Не сдать, нет вариантов. И чего учились делать? Конечно, столько учились. Кто куда будет поступать? Когда в салоне? Так. МЧС, молодец. А ты? Какой бы ты автофак. Автофак. Кто-нибудь хочет из вас связать в дальнейшем свою судьбу с правоохранительными органами? Стать полицей. Вот молодец какая. Кем ты? Кем? Почему быть работой с семьей? А, ПДН. Инспектор по делам совершеннолетних. Очень хороший выбор. Учись, работай над собой. Все будет у тебя хорошо, все у тебя получится. Не переживай. Будет из тебя грамотный полицейский. Мы часто к нему обращаемся. И он с удовольствием проводит беседы, часто встречи с нашими детьми вместе с работниками ПДН пригородного района. Исчерпывающие ответы дает на вопросы детей. Очень много вопросов у нас бывает по селу, по работе с молодежью. В общем, у нас очень тесный контакт с нашим участковым. Мы довольны его работой. Привет, ребята. Как дела? Нормально. Все перемена у вас? Да. Молодцы. Уроки еще будут? Сколько еще уроков? Один. Как учитесь? Покушали. Покушали? Да. Все покушали? Да. Проископили. Ого, молодцы, молодцы. Двойки получаете? Нет. Нет? Да. Неправильно. Молодцы. Какого класса? Три. Вы на борьбу, по-моему, ходите, да, все? Да. Все. Ага, и вот еще баллы у нас есть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо? Да. Здравствуйте. Молодцы. Все, учитесь, не балуйтесь. Хорошо. Давайте, забегайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? По-тихоньки. Это хорошо. Я вам принес буклет свой с номерами, чтобы вдруг что, сразу могли обратиться, набрать вам, пусть будет так, и спрофилактировать вас по мошенникам. У нас сейчас мошенники. Я могу сказать, по поводу работы, человек ответственный, всегда требует. Ну, бывает их жестко, конечно. Не всегда будешь для всех хорошим. Я проезжал, как раз по мошенничеству бюллетень тоже, Чтобы не обманывали. Ну, да. Интернет-мошенничество, телефонное. Как раз, чтобы деньги твои не снимали. Чем занимался? Ну, как домашние дела, огород. Ну, я вижу, да. Уже сажаешь, все как надо. Ладно, поеду. Еще обращайся, телефон есть. Какие-то проблемы будут сразу. Не нарушай надзор свой. Для тебя это же лучше будет, чтобы тебе сняли это ограничение, не продлевали его. А чтобы тебе его, наоборот, быстрее сняли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами посижу тоже. Немножко. Я вот по какому поводу. Я вам брошюрки хотел раздать по мошенникам. А сейчас, чтобы вы знали, по электронным. Интернет-мошенничество и телефонные мошенники у нас орудуют, чтобы вы были обезопасены. Какие у вас еще наболевшие вопросы к нам? Чем мы можем помочь? Как решить? Как решить? Каждый день здесь бывайте и решайте все вопросы. Спасибо. 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 Мы тебя приглашаем. Если какие-то вопросы будут, у всех есть номера, сразу обращайтесь. Всегда буду рад помочь вам всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас соответствующий акт заполним. Сейчас мы заполняем акт проверки условий обеспечения сохранности оружия и патронов к нему и сдадим его в разрешительную систему. Как организовать его могу как хорошего, умного, коммуникабельного, компетентного специалиста в своей области. Короче, нам с участковым повезло в нашем селе. Он очень добрый, отзывчивый и со всеми находит общий язык. И вдобавок мне хотелось сказать большое спасибо его родителям, которые воспитали такого замечательного сына. Посещают все наши собрания. Вот у нас религиозные праздники бывают. Мусульман всегда посещают, всегда предупреждают во сколько, что, как. Короче, в курсе всего дела. Всего. Ну, негатив, конечно, присутствует. В нашей работе без этого никак. Ты по-любому пропускаешь все через себя, анализируешь, почему случилась такая проблема у человека. Надо решить эту проблему. Узнать по какой причине, что у него в семье, что у него в голове. Вот тогда только можно понять и решить эту проблему. Когда ты ее решишь, ты уже в глубине души понимаешь, что ты полезный человек, нужный человек, нужный сотрудник. И понимаешь, что не зря ты служишь в структуре. И хочется все больше и больше помогать людям, осознавать тот факт, что ты полезен и можешь помочь кому-то. Домой я свои проблемы не приношу. Работу точно не приношу. Дома я отдыхаю. Хочу побольше выкроить время и побыть со своей семьей, с детьми. Куда засунула? Работа – работа. Семья есть семья. Семья понимает, что работа у меня нелегкая моментами. Она знала, куда иду. Я сам осознаю, где я работаю, для чего я работаю. Конечно, приходится посреди ночи тоже на работу уезжать, вечером задерживаться. Но ничего. Все дома понимают. Я сам осознаю это. Никаких проблем вообще не мешает мне это. Одно другому не мешает. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok